Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Месяц, октябрь, день 1. Страдания святого апостола Анании. Святой апостол Анания, один из семидесяти, был епископом в городе Дамаске. Это главный богатейший торговый город Сирии, один из ревнейших во всем мире, лежит в северо-восток от Палестины, при реке Бараде. Он известен тем, что совершил крещение над апостолом Павлом. Однажды ему явился в видении Господь и сказал ему, «Встань и поди на улицу так называемую прямую и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савва, он теперь молится». Анания отказывался от этого, зная, сколько зла причинил Савл иусалимским христианам, и что он пришел в Дамаск с намерением заключить вузы всех исповедующих имя Господа Иисуса Христа. Господь же увещевала Ананию, говоря, «Иди, ибо Савл избран мною, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Следуя божественному повелению, Анания пошел к Савлу и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Савл тотчас прозрел, и Анания крестил его. Спустя некоторое время, когда иудеи согласились между собой умертвить Павла за то, что он из гонителя стал проповедником имени Христова, Анания вместе с прочими учениками Христовыми спустил его по городской стене в корзине. Сам же Анания, входя в иудейские сонмища или синагоги по греческому собрания, места религиозных собраний иудеев, смело проповедовал имя Господне. И не только иудеям, но даже язычникам благовестовал им веру Христову. Из Дамаска он пошел в Елефеорополь, и там, указывая народу путь ко спасению, исцеляя больных, обратил многих к вере во Христа. В те дни в Елефеорополе был правителем Лукьян, поклонявшийся твари, а не Творцу. Дьявол возбудил его против христиана и внушил ему разослать по всей своей области такой указ. Если кто-нибудь окажется почитающим Христа и поклоняющимся распятому, того повелеваем предать смертным мучениям. Кто же, отрекшись от Христа, принесет жертву бессмертным богам, тот будет удостоен нами даров и почестей. Когда было извяно такое злое и коварное повеление, святой Анания просвещал в той области людей проповеди Евангелия и врачевал в людях всякие болезни. С ним пребывал Господь, творя через него многие чудеса. Идолопоклонники схватили Анания и привели к правителю Лукьяну, который различными средствами стал принуждать его к принесению жертвы идолам. Но Анания не послушал его и отвечал, «Не поклонюсь лживым богам, я поклоняюсь единому истинному Господу Богу моему Иисусу Христу. Я видел его очами своими и с ним из уст в уста беседовал, не только тогда, когда он жил на земле как человек, но и по вознесении его на небеса. Ибо когда я находился в Дамаске, он сам явился мне и послал меня исцелить Савла, который, делая своей премудростью и силой, обратил к познанию истины. Он нас всех избавил от власти дьявола и привел к Отцу Своему. Итак, я поклоняюсь Ему, а не бесам, желающим погубить весь род человеческий». Тогда правитель стал угрожать Анании муками, если он не исполнит приказанного Ему. Но тот, как непоколебимый стоп, был тверд в исповедании Христа. Воздев к небу руки свои, он сказал, «Господи Иисусе Христе, Сын благословенного Отца, внемли молитвей моей и удостой меня участи блаженных апостолов в будущей жизни. Как спас ты Савла своим светом, так спаси и меня от руки этого нечистилца, сопротивляющегося истине. Да не исполнится на мне его воля, да не уловит он меня сетями коварства своего. Не лиши меня и Царство Небесное, благотованное всем любящим путь истины Твоей, указанный Тобой и сохраняющим заповеди Твои». Не вынося боли и речи Анании, правитель повелел положить его на землю и бить. В то время, как служители нещадно били святого, глошатый кричал, «Послушай правителя, не противься его повелению, принеси жертву богам, которым поклоняется весь мир». Когда раз святого перестали бить, правитель сказал ему, «По крайней мере, теперь пожалей себя и, послушавшись меня, отрекись от распятого, чтобы не подвергнулся от меня еще более тяжким мучениям». На это святой Анании отвечал, «Что я сказал тебе сначала, то не перестаю повторять и теперь, не отрекусь от Бога моего и не преклонюсь перед бездушным камнем и деревом, коих вы почитаете за богов». Видя, что святой не преклонен, правитель велел терзать его тело железными когтями и жесть свечами его раны. Но святой, претерпевая мучения, возводил на небо очи свои и усердно молился. После этой пытки мучитель сказал, «Да коли ты будешь упорствовать, уже ли не пожалеешь себя и не поклонишься великим богам? Уже ли тебе приятнее претерпевать бесполезные эти страдания за какого-то Христа, распятого иудеями, чем быть невредимым и здоровым? Клянусь, что не выпущу тебя живым из своих рук, если еще будешь так упорствовать». Святой отвечал, «Делай, что хочешь, враг Божий и друг дьявола, ведь ты уже много раз слышал от меня, что я не поклонюсь богам твоим, но буду поклоняться только единому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, Творцу неба и земли и всего, что в них находится. В Него я уверовал, и Он дал мне силу целый день твердо стоять перед тобою и мужественно претерпеть эти муки. «Зачем тебе еще более причинять себе хлопот? Ведь ты слышал, что я не хочу повиноваться твоей воле. Делай же скорее то, что ты замыслил». Возгоревшись яростью, мучитель повелел народу взять святого Ананию, вывезти его из города и побить камнями. Беззаконные слуги мучителя, взявшие его, повели на место казни и побили камнями, как нового Стефана. Он же громко воскликнул, «Господи Иисусе Христе, предаю в руки Твои Дух мой!» Так он скончался после всех мучений и перешел в небесные обители. Народ, увидев, что он уже умер, оставил его непогребенным и разошелся. В то время случайно проходили там некоторые христиане из Дамаска. Они взяли святое тело апостола Христова, с честью перенесли его в Дамаск и похоронили в отечественном его городе. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok